Раз, 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 видосик у нас пошел. Всем салют, ребят, вы на канале Асты. И сегодня у нас будет достаточно интересная пара, вот серьезно, вот, вот прям серьезно я вам говорю. Это практически новиночка. Для меня это вообще самое-самое свежее, как будто сегодня дропнулось. А для вас это пара, которая выходила пару месяцев назад, и она тогда уже неплохо так нашумела. А еще я вам хочу сказать, что вы поддержали мой канал лайконами, комментариями и, естественно, подпиской, кто есть впервые. Потому что кроссы у нас на обзор бывают достаточно часто. Хотя в последнее время, мне кажется, что можно снимать, наверное, один ролик в месяц, тогда просмотров будет намного больше. Потому что я стал снимать реже, просмотры начали расти. Мне это нравится. Ну ладно, не будем задерживаться, достаем вот эту пару найков. Отдельный респект магазину, какому магазину? Стритбит, потому что только в нем я вот ходил по ТЦ, мне нужно было зайти в Икею, и я обошел три или четыре магазина до этого, чтобы найти эту пару. Это, сейчас вы поймете, что это за пара, Nike в коллаборации МИД-77 с Джимбо, да, с Джимбо, ничего себе. Nike, Джамбо у нас сегодня на столе. В Стритбите они были, в Синкерхеде их не было, только женские размеры. Еще в Урбане там одни женские размеры, и в Nike тоже одни женские размеры, и плюс какие-то были низкие, но низкие неинтересные. А вот высокие, Blazer-77, которые где-то полгода назад или год назад хорошо так стрянули, хотя даже больше. Вот сейчас их выпустили в обновленной версии, вот такой вот интересный, я еще не открывал, давайте смотреть вместе, как все это выглядит в жизни. Я даже на полочке не особо их смотрел, знаете, когда увидел Джимбо, я такой, о, отворачиваемся. Ну да, наверное, скорее всего, правильно будет произносить Джамбо, но вы сами понимаете. Так, все, коробку мы откидываем, обошлась мне эта пара в 10,5 тысяч рублей, коробка типичная, классическая упаковка тоже самая, ничего там интересного, собственно, нет. Нас интересует вот эта пара. Покупать ее за 10,500 я не рекомендую, но кто когда прислушивался к моим рекомендациям? Вон, я захожу в магазин и не могу найти свой размер нигде. Нас сейчас эта пара, не знаю, на польской версии стоит 6,700. Что у нас, собственно, тут изменилось? О, ничего себе, у вас там офф-вайт на картинке, сори, ребят. Кстати, по качеству, совсем скоро, я думаю, мы обновимся, у нас будет качество, мое почтение. Ждите, ждите. Ой, а что это, порез? А, блин, ничего себе неинтересно сделали. Вот здесь, в этом месте я сначала думал, что это у нас уже все, порезанная кожа, видите? Интересненько, интересненько. Так, у нас логомания тут. Гигантский просто, невероятно гигантский логотип СВУШ. Мне кажется, они взяли кроссовки какого-нибудь Джордана или не Джордана, баскетболиста НБАУ, которого 55 размер, и просто оттуда сварганили с ушек сюда. Посмотрите, он просто не помещается. Вот здесь он обрезанный. Если продолжить, он, наверное, бы заканчивался где-то вот тут. Или, или, ну-ка, логотип Nike тут. А тут он даже меньше, на коробке. Жалко, тут нет нигде больше биглога такого. Что по коже? Полное дерьмецо, синтетика, естественно. Ну, спилочек покрытый, ну, такой неприятной штукой. Типа, с этой кожей еще жить можно. Это спилочек, но не очень, на самом деле. И сзади, по главным изменениям, у нас наблюдается вот такая вот сеточка. Прикольно, прикольно. Она тянущаяся. Даже не сетка, это можно назвать все огромной резинкой. Хотя нет, смотрите, она тянется вот сюда, вот в эту сторону. А наверх не тянется, блять. Я не понял вот этого сейчас. Странно, странно. Смотрите. Очень интересное свойство. Получается, здесь расположены волокна вверх, которые не тянутся ни капли. Вот вообще. А вот в эту сторону, вот из-за этих ребристостей, эта штучка немножко растягивается. Технология прикольная. Интересно, у нее есть какое-нибудь название? Ох, ох, мой гад. Ничего себе. Они увеличили не только логотипы. У них еще шнурки стали объемные. Настоящие рейперские, как, знаете, на Asiris'ах каких-нибудь, ну, практически. Конечно, у Asiris'ов там намного жирнее, но все равно шнурки мое почтение. Я еще вижу из вуш. На этом, на язычке немного изменили. Во, во, вот за это переплатить можно. Кстати, я сказал, не сказал, что на польской версии они сейчас стоят 6700. Если еще промокодик, надо быть хорошим, который работает на Nike, то вообще будет сладкая цена. Смотрите, вот это, вот для чего я раскапываю. Что это? О, хо-хо-хо. Интересно смотрится. Не, ну, пара, как новиночка, очень классная. Мне нравится. Типа, я бы ее себе взял тысяч за 5. Ну, еще протектор тут изменился. Это тоже главная черта. Ребята, смотри, девушки, девушки, обращаю ваше внимание. Особенно девушки. Потому что многие сейчас не выкупают за моду и не покупают их. Но когда я ходил на частом тусовке в прошлом году, где нужно там в очереди постоять. Ну, если вы не випка, конечно, естественно, но за випку кто доплачивает? Только мажорки. Мы не платим за випку. Стоим в очереди, мерзнем в минус 15 в обычных блейзерах. Стоят по полчаса. Это просто земля пухом. Вот для вас сделали обновление специально для российской версии. Все понимают, что девушки, молодые парни ходят в блейзерах, в Джорданах первых и морозят свои ноги нахер к чертям. Вот для них сделаны вот такие вот интересные решения. Протектор увеличенный. Поэтому вы не должны промерзать прям за полчаса. Чуть-чуть побольше у вас есть времени. Минут 35-40. Так, язычок, в общем, интересный. Смотрите, как бирка у нас расположена. 11 USA. Вот здесь вот все написано про Nikon, Nikexport, SHO, S.A.R. и так далее. А это вы все прекрасно знаете и читали миллион-миллион раз, если у вас были Nikon'ы. Так, так, кстати, еще вот здесь прострочка интересная. Мне нравится. Сейчас мы достанем невероятными усилиями стельку. В любом случае достанем, хоть она там приклеена, хоть не приклеена. Нужно, нужно посмотреть что-то. Мне очень интересно, блядь. Смог. Паралон? Обычный? Нет, ну не паралон. Обычная пена какая-то. Но мягкая пена, кстати. Не пластмассовая. Она более-менее нормально гнется. И там... А что, неужели? Что там, сразу подошва эта? Ну-ка. Не пойму, не пойму. Ну, походу, там вафля установлена. Видите рисунок вафли? Вам видно? 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 Ну, вроде да. Короче, вафля внутри. И по заднику... Ну, задник отстой, на самом деле. Не, ну, есть, конечно, небольшая поддержка. И плюс они еще высокие. Но все равно задник тут не супер вау. По резине все окей. Спилок спереди отстой редкостный. И здесь кожа просто... Ну, говно. Честно говоря. За 10 500 это очень дорого. Еще к тому же, что их все скупили практически во всех магазинах. Я удивлен. Может быть, у стритбита запасы какие-то неимоверные. И поэтому у них еще остались мои сайты. Хотя в магазине, где я был, там последний размер 11 USA был. Ну, ладно. Примерим. Давайте. Все. Let's go. Так, ребят. Ну, посмотрите, как эти кроссовки уже имеют вид с обычными джинсами с Асоса за 500 рублей. Да, кстати, взял их на Асосе, пылесосе. Ну, с этой стороны даже непонятно, что это на икончике. Вид они, естественно, уже имеют. Но взгляните на этот логотип. На этот свуш-галку. Галку нашу. Боже. Это как какая-то черная клякса с этой стороны. С внешней еще более-менее чем-то напоминает галочку Павловну. Но тут как-то, ну, такое. По самим кроссам видок нормальный, более-менее. Мне нравится их уплотненный более-менее язычок. Он стал чуть-чуть более пышным. И в эти кроссы стало намного легче влезать. Благодаря вот этой штучке резинки лайкон ставлю. Раньше, чтобы залезть в блейзер, нужно было пройти через 9 кругов Ада. Ну, или через 8. Я, конечно, может преувеличиваю. Но 7 там точно есть. Прямо расшнуроваться нужно по максималке. Эти кроссы, естественно, нужно ходить и не завязывать. Потому что они так выглядят намного круче. Если вы завязываете в эпозер, вы не понимаете всю суть от данных кроссовок, данных блейзеров. Что еще вам хочу рассказать? По этим кроссам узковатый, как будто скинни джинсы надел. Вот действительно, вспоминая молодость 2016 год, вот это оно, да. Чуть-чуть подразносится, но в принципе я бы взял свой размер 11 USA и не парился. Чуть-чуть тесновато. Вот здесь пальчик упирается. Но я думаю, это разносится. Тем более здесь еще... Воу-воу-воу-воу-воу. Штатив. Стоя на месте. Sorry. Вот эта резинка еще подрастянется. И пяточка станет более-менее вафлистой. И тогда будет вообще чики-пуки. Давайте покажу сбоку, потому что вид у этих кроссовочек мое уважение. Залетаем. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Hello. Hello. Вот так вот выглядит данный блейзер с низкого ракурса. Я надеюсь, вам все отчетливо видно. Поднимут джинсы, а то многие не любят, когда они закрывают кроссовок. Амортизация. Тут не спрашивайте. Даже говорить нечего. Ее, по сути, нет. Обычные, типичные кеды. Но лучше, чем у классических, естественно, блейзеров. Потому что здесь хотя бы еще небольшой слой резины имеется. Давайте перекат покажу. И в эту сторону. Ой, там какая-то клясса у меня зацепилась уже, да? Что, по залому? Ну, пока не появилось. Это хорошо. Спасибо. Ой, ребят, ну че, размялись. Давайте подводить итоги по этим вот найкам Blazer Mead 77 Jumbo Jimbo. Что я вам хочу рассказать. Вот еще года два назад я рекомендовал покупать обычные 77. Сейчас, спустя два года, я все так же рекомендую вам покупать и те, и вот эти. Это более обновленные версии. Смотрится она, естественно, чуть-чуть покруче, посвежее, поновее. Поэтому, если у вас есть лишние бабки, либо вы просто хотите обновиться кроссовочками к лету или к весне, вот на весну это вообще прям топовый варик будет, то стилю вам красную дорожку, бегите покупать. Особенно на каком-нибудь Asus, потому что там это будет просто дешевле. Ну и там еще есть размеры, кстати. По самой паре. Это, ну, если сказать о хорошей стороне, то это единственная сильная сторона этих кроссовок. Это внешний вид. Смотрится великолепно. С джинсами смотрится. Мое почтение, на девушках тоже это все очень классно смотрится. В общем, за это я их рекомендую. Но все остальное, что касается там удобства, материалов, прошивки, прострочки, качества, все это, ну-ка, this is real shit, man. Полное отборное говно. Потому что, ну, взгляните, я сначала думаю, что это я их помял, с ушек, да, но это браки производства, так скажем. Ну, условно, небольшой брачок такой, с уш весь помятый. Здесь действительно, как будто внутри закачали баллон воздуха какой-то. Можно вот так нажимать и играться с этим. Там памп. Сейчас шнурки у нас завершатся автоматически. Кстати, заметьте, какие большие люверсы. У меня мизинчик скоро там пролезет, наверное, ну, люверс гигантский, действительно. Потом еще из косяков я здесь нашел. Есть волос чей-то. Вот здесь вот торчит действительно волос. Кто-то в производстве, значит, зашил нам сюда под с ушек волос. Сейчас мы посмотрим, чей это, кстати. Это made in Vietnam какая-то нам оставила пасхалочку. Вот сюда, где я потерял. Вот он, волосок. Короче, его нужно пинцетиком оттуда выдирать. Забавно, забавно. В общем, кроссы с приколдесом. Ну, на этом, по сути, наверное, все. Увидимся с вами, когда наберете 250 лукасов на этом видосике. И да, все. Кросики рекомендую. Мне и нравятся. Вам, наверное, тоже, если вы смотрите это видос и досмотрели до этого момента. На этом, по-кусике. Ждите новые ролики. Давайте. Покупайте, рекомендую. Руки пожали. Пока. Пшу-пшу. Продолжение следует.